МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире пятого канала новости в студии Юлия Олейникова и в начале выпуска коротко о главных темах. По ночам фуры у нас буксуют, к 700-й погрузчики пытаются выехать, их вытащить. Нет возможности, они тоже начинают забуксовывать. Жители Каннска в очередной раз жалуются на состояние дорог. На этот раз негодование вызвало прилегающая к домам дорога по улице Комсомольской. Со слов людей они пытаются обратить внимание на свою проблему уже несколько десятков лет. Это РВСН, это ВДВ, это сухопутные войска, это ЖДВ. Осенний призыв стартовал. В общей сложности в регионе планируется призвать 120 тысяч новобранцев. Около 175 юноши будут из Каннска. Сейчас уже осознаю, что было бы неплохо и все возможно. Мы продолжаем знакомить вас с конкурсантками, участвующими в самом красивом событии этого года. Мейсканской героиней сегодняшнего репортажа стала любовь к болю. А теперь обо всем подробнее. Дело мужчины, который поджег свою сожительницу и наблюдал за процессом, передано в суд. Речь идет о громком инциденте, который произошел в июле текущего года в доме на улице Чкалова. По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшей произошел словесный конфликт, который перерос в серьезную ссору. Кроме того, в доме помимо потерпевшей и подозреваемого находились трое малолетних детей и знакомые девушки. Мужчина в полуссоры облил пострадавшую спиртосодержащей жидкостью, а затем взял зажигалку и поджег. Убедившись, что жидкость воспламенилась, обвиняемый продолжал сидеть за столом и наблюдать за происходящим, не предпринимая каких-либо попыток потушить огонь, понимая, что девушка может сгореть заживо. Вместе с тем потерпевшая стала жива, так как успела оперативно избавиться от одежды и потушить ее. В результате девушка получила телесные повреждения в виде термических ожогов площадью около 21% поверхности тела. Это квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело направлено в Каннский городской суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Крик души жителей одного из районов Каннска. Люди, проживающие по улице Комсомольской уже более 50 лет, просят власть привести дорогу, прилегающую к их домам, в надлежащий вид. На месте побывала наша съемочная группа. Кристина Кущ расскажет подробнее. На этих фото запечатлена дорога по улице Комсомольской еще с середины 90-х годов. А на этих кадрах та же самая улица, только уже реального времени. Картина, так сказать, не впечатляет от слова совсем. Кажется, данный участок дороги здесь сделать никто и не пытался. Местные рассказывают, всю сознательную жизнь им приходится преодолевать мучительные препятствия, выходя из дома. Я здесь живу, уже в феврале будет 52 года, вот на этом месте я живу. Это такая проблематичная дорога. Детей водили в школу, это сказать так смешно. Мы дали с торговой базы, значит, доведем их в сапожках, там переодеваем, и они пошли. А мне же нужно еще на работу успеть, и мне же тоже нужно сапоги переодеть. И вот так вот водили. Представьте себе, в сапогах невозможно было в ботинках пройти. Другие жители этого же района диву даются и рассказывают, по дороге не то, что людям ходить невозможно. Вот, например, в дождливую погоду и слякать здесь даже легковому авто делать нечего. Постоянно вот такая ужасная дорога. И бампер задирал, и все было, и поддоном, и пузом, и всякое. Очень плохая. По своей консистенции дорога напоминает трясину, которая затягивает даже больше грузы. Вытащить их с трудом удается и спецтехники. По ночам здесь фуры у нас буксуют. К-700 погрузчики пытаются выехать, их вытащить. Нет возможности, они тоже начинают забуксовывать, пожалуйста, по следам это видно. Пожарка, это тоже невозможно проехать. Даже мусор собирают, стараются бак там сделать, чтобы здесь мусор нет возможности вывезти. Мне приходится все самому здесь засыпать, отсыпать постоянно дорогу. Только нынче я не стал этого делать, потому что дорога стала использоваться коммерческой использованием. Китайцы возят сюда лес, по ночам возят, гремят камазы, строительные отходы они постоянно, опилки возят, грохочут. Я только нынче не стал этого делать. Хотя я сам каждый раз вкладываю сюда вот эту дорогу, стараюсь ее восстановить до приличного состояния, чтобы самим пользоваться. Но это возможности нет, потому что уходят большие грузы. Даже фуры. По ночам застревают, фуры у нас стоят, которые по 20-30 тонн фуры. Они просто днем могут проехать, ложатся на подвеску, на пузо и все. Их даже к 700 не могут сорвать. К слову, именно большие грузы являются причиной ужасной дороги. Люди говорят, за помощью они обращались во все возможные инстанции. Местную мэрию периодически на протяжении долгих лет просят закрыть участок, чтобы фуры не разбивали дорогу, которые местные готовы восстановить своими силами и содержать за свой счет. Но все безрезультатно. Мы звонили в администрацию, хотели, что нас выйдут на контакт и начнут здесь нам как-то разровнять дорогу. Так они в том году, по-моему, грейдерку прислали, вот эту грязь разровняли и все. А по факту ее нужно, и по факту ее нужно просто реально цепать. В свою очередь мы и сами обратились с вопросом к специалистам. Получить ответ удалось лишь в письменном виде. И согласно ему, сейчас они прорабатывают варианты перекрытия движения для крупногабаритного транспорта на данном участке. Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В Красноярском крае стартовал осенний призыв. Начало призыва на срочную службу сдвинули на месяц с 1 октября, чтобы военкоматы успели завершить работу по частичной мобилизации. В общей сложности военные силы планируют призвать 120 тысяч новобранцев. Из нашего города намерены забрать 174 человека. Подробности смотрите в сюжете прямо сейчас. Медицинское свидетельствование – это самая важная часть любой призывной комиссии. Собственно, с него все и начинается. А после идет заседание, на котором призывнику определяют категорию годности, либо и вовсе дают временную или полную отсрочку. Для тех же, кто прошел далее, проводится профотбор. Войска подбирают также, исходя из состояния здоровья новобранца. А у меня по состоянию здоровья только два вида войск – ВКС, либо Росгвардия. На призывную комиссию мы призываем вас на военслужу по призыву. Войска национальной гвардии. 15 ноября контрольная явка, 18-го убытия, город Красноярск. Неявок у клонистов нет. Все парни приходят по поездке и настроив всех решительный. Как отмечают в военном комиссариате Канска, наши земляки довольно часто выбирают контрактную службу взамен срочной. На данный момент документ подписали уже двое призывников. Также рассказали и о родах войск, в которые сейчас требуются специалисты. Это РВСН, это ВДВ, это сухопутные войска, это ЖДВ, военно-морской флот. Что еще не назвал? Ну, на скидку я имею в виду, что это. Точно чисто служить на территории Российской Федерации, но никак не принимать участие в боевых действиях. Призывная комиссия продлится с 1 ноября по 15 декабря. В общей сложности с Канска будут призваны 174 человека. Первая отправка, согласно графику, назначена на 8 ноября. Денис Шобуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей, а также мы расскажем об очередной конкурсантке «Мисс Канск». Не переключайтесь. Продолжение следует... Дилерские договоры с ведущими поставщиками и производителями страны, индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют обеспечивать максимальное наличие ассортимента запчастей и принадлежностей для ремонта техники. Трактор «Деталь» с 2019 года является официальным дилером марки «Штиль» и осуществляет продажу, гарантийное и послегарантийное обслуживание всего ассортимента этой марки. Трактор «Деталь» осуществляет доставку товара собственным транспортом до склада покупателя. Трактор «Деталь». Мы всегда готовы к сотрудничеству. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало! Сейчас нашим миром прервано! Требуется новый провайдер! Надежный интернет и легендарное телевидение от «Рион Телеком» для самых чрезвычайных ситуаций. Площадь лесных пожаров в регионе сократилась в пять трасс по сравнению с показателями последних пяти лет. В Красноярском крае подвели итоги пожароопасного сезона и обсудили подготовку к сезону 2023 года. В этом году в крае потушили 1205 лесных пожаров на территории 186 тысяч гектар. Основными причинами возгорания стали неосторожное обращение с огнем, сельскохозяйственные палы и грозы. В регионе за последний месяц вырос спрос на водителей в полтора раза. На данный момент открыто более тысячи вакансий. И почти каждая вторая, а конкретно 48%, предлагает работу вахтой. Эти данные приводят служебоисследований headhunter.ru. Средняя зарплата, которую предлагают водителям, составила чуть более 80 тысяч рублей. Сам уровень зависит от стажа. На Енисейском тракте произошло жестокое ДТП. Виновником аварии стал 84-летний пенсионер. Он за рулем автомобиля «Мазда» не уступил дорогу другой иномарке. От удара его машину выбросило в кювет. К счастью, пожилой мужчина чудом остался жив. Второй же водитель травм не получил. На кадрах очевидцев видно, что сами машины сильно покорежило. У одной иномарки полностью разбит перед. Вторая помята со всех сторон. ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. До финала самого красивого мероприятия этого года «Мисс Канск» осталось чуть больше месяца. А наш канал, в свою очередь, продолжает знакомить вас с конкурсантками. Сегодня мы расскажем о веселой и талантливой любови Болюх. Совсем недавно выполнялась также окрашивание коррекции. Коррекция. Остается только чуть-чуть придать оттенка и убрать лишние волоски. Об индустрии красоты Любовь знает не понаслышке. И после долгих поисков она все же решила, что ее призвание делать и так прекрасных девушек чуть лучше и выбрала для себя профессию броумейкера. Признается, что это дело, которому у нее реально лежит душа. Но на этом таланты девушки не заканчиваются. В Канске ее знают как активную участницу клуба веселых и находчивых. Долгое время Любовь была руководителем детских команд КВН, но совсем недавно организовала свою. Сокомандники по-настоящему болеют за девушку и отзываются они только с положительной стороны. Привет, Канск! Перед вами чисто женская команда КВН «Ой, все!» Не стоит, конечно, забывать о том, что мисс Канск – это, прежде всего, красота. Чего у Любы, к счастью, не отнимешь. И она обладает невероятной способностью грамотно и правильно подать себя, свою харизму. Ну и, конечно же, не могу скрывать о том, что действительно у нее очень много талантов. Кроме того, Любовь еще и прекрасно поет. Она выступает на различных городских мероприятиях и профессионально занимается вокалом. Девушка с такой активной жизнью просто не смогла пройти мимо кастинга «Мисс Канск». Ко всему прочему, участие в конкурсе красоты, как оказалось, было ее детской мечтой. Решила рискнуть. Прошла и приемную комиссию, и сам кастинг. Я не совсем ожидала, что подготовка будет настолько серьезной. Все-таки в моих фантазиях это было что-то такое красивое, как показывали где-то по телевизору, что это очень легко. Прошелся туда, сфотографировался здесь. Но на самом деле это достаточно такая сложная деятельность. С детства слышала такую фразу, потому что я девочка такая хрупенькая. Постоянно говорили, тебе надо модельная, тебе надо модельная. Тогда это было смешно, как бы хотелось, но казалось это таким забавным. А сейчас уже осознаю, что было бы неплохо и все возможно. Напомним, в этом году спустя 15 лет перерыва в городе вновь состоится конкурс красоты. По результатам кастинга были отобраны 10 девушек. Уже в декабре все они выйдут на сцену. Именно тогда определится самая достойная, та, которая может гордо носить титул «Мисс Канск». Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. А теперь к новостям спорта. Наши земляки привезли в город 15 призовых медалей с первенства Сибирского федерального округа по рукопашному бою, которое прошло в Красноярске. В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших спортсменов из Кемеровского, Новосибирской, Омской, Томской и Иркутской областей, Республик Тыва и Хакасия, а также Красноярского края. Перед турниром все бойцы прошли серьезный отбор в своих регионах. В состав команды нашего края вошли 28 спортсменов Каннского филиала, Краевой детской и юношеской спортивной школы, спортивных клубов «Торнадо» и «Десантник». В номинации «За лучшую технику» в возрастной группе 14-15 лет награжден Герасименко Денис, который достойно выиграл 4 боя и в финальном поединке за 30 секунд одержал победу болевым приемом. Всего же по итогу соревнований каннские бойцы завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». А на этом у нас все. В студии была Юлия Олейникова. Всего хорошего. До свидания. В магазинах «Ценолом» и на сайте «Ценолом.ру» распродажа бытовой техники до 7 ноября. Холодильники, телевизор, микроволновые печи, пылесосы и другая бытовая техника со скидками до 40%. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку 5-го канала и его увидят. Телефон стола заказов 205-20. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение. Поможет организовать консультации врачей и специалистов. Проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение. Проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова